Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цена вопроса». В этой программе мы расскажем, как выгодно продать мебельную продукцию, в частности, поговорим про кухни. Эффективные продажи – один из ключевых звеньев бизнеса. Здесь важны детали. Собираясь открывать мебельный салон, предприниматель, в первую очередь, должен провести анализ конкурентов, выявить их сильные и слабые стороны, а информацию использовать в своих интересах. О плюсах и минусах мебельной империи поговорим прямо сейчас. Кухня – довольно дорогостоящая вещь, довольно дорогостоящий продукт. Те, кто хотят открыть, такой небольшой магазин или салон кухонный, с чего им следует начать? Прежде всего, начинать следует с выбора места. То есть, необходимо, естественно, провести некое исследование, походить по торговым комплексам, если вы хотите открываться в торговых комплексах мебельных. Если же вы хотите делать формат ритейл, то есть стрит-ритейл на улице, соответственно, также изучите точки, посмотрите, где какая аренная плата, аренная ставка и, соответственно, потоки людей. То есть, проведите маркетинговое исследование. И уже, исходя из этого, понимая, какой продукт вы хотите продавать, какой салон вы хотите открывать, по метражу, по позиционированию, уже, соответственно, вы выбираете точку, место для открытия салона. Эконом, да, это значит небольшие кухонки, соответственно, тут два варианта. Либо вы можете взять 100 метров, но впихнуть туда очень большое количество кухонь маленьких и посадить большое количество дизайнеров. Либо вы можете взять точку поменьше, да, соответственно, там тоже достаточно много можно разместить кухонь, посадить дизайнеров, работать. Конечно, салоны, которые продают верхний ценовой сегмент, да, кухонь, люкс, премиум, как угодно можно назвать. Это обычно большие салоны, и они как раз-таки чаще всего открываются не в торговых комплексах, а на улице отдельным, с отдельным входом. Ты приезжаешь к ним, это большой салон, где с тобой уже работают. Но вот оптимально начинать с чего? Все-таки с торгового центра или с... Знаете, опять же, если вы открываете салон премиум кухонь, дорогих очень кухонь, я думаю, что лучше всего стрит-формат, да, на улице, где на первом этаже в зданиях вот располагается магазин. Если вы открываете кухни, там, эконом, средний сегмент, да, я бы здесь рассмотрел торговый комплекс для начала, потому что, во-первых, он генерирует поток людей сам по себе. Любой торговый комплекс заинтересован в том, чтобы туда шли, ну, потому что условия для арендаторов надо создать, чтобы им было интересно здесь стоять, они все-таки стараются генерировать поток. Ну и плюс самый человек интерес. Я пришел в торговый комплекс, я сразу отсмотрел этого, 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 ну, несколько производителей, да, нескольких поставщиков кухонь и уже делаю выбор. Поэтому поначалу, да, наверное, торговый комплекс будет оптимальным вариантом. Бизнес по продаже кухонь имеет свои особенности. Как правило, выставочные образцы – это яркая цветовая гамма, интересные предметы интерьера и только качественные материалы. Всем известно, что клиент покупает глазами. В чем особенность этого бизнеса, то есть на чем мы зарабатываем? Мы покупаем кухню у производителя, правильно, мы же их вряд ли сами производим, но бывают компании, которые сами производят. Делаем на них наценку, правильно, и зарабатываем на доп. опциях. В том числе. Смотрите, ну, во-первых, начнем с того, что необходимо, ну, вот человек пришел, что он видит? Образцы. Они зачастую, образцы, вы можете обратить внимание во многих салонах, это кухни, знаете, как говорят, немного не из этой жизни. То есть они зачастую по цветам, по материалам не самые популярные, но они привлекают внимание. То есть, например, вот такую кухню с красными, да, какими-то оттенками, ну, редко кто покупает. Но она привлекает внимание, она красивая. Соответственно, мы ставим те кухни, которые мы хотим показать людям, чтобы им было интересно сюда зайти, и их привлекло. Далее у нас там есть стенды с фасадами разными. Мы показываем, какие могут быть вариации, какие могут быть комбинации из фасадов, столешниц, да, и всего прочего, ручки в том числе. Дальше, конечно, есть каталоги, в которых мы также можем показать вот разные варианты, которых у нас нет. Важно, чтобы ваши менеджеры знали подход к каждому клиенту и умели продавать доп. опции. От эксклюзивных столешниц до автоматических доводчиков. Мы работаем с клиентом, он выбирает кухню, мы, естественно, ее под заказ. Мы на фабрику отправляем запрос, и фабрика изготавливает конкретно под этого человека кухню. Мы транспортные расходы закладываем, растамаживание продукта, привоз его сюда. И, естественно, та наценка, которую мы считаем, достаточно для того, чтобы нам зарабатывать, да, и получать деньги от этого бизнеса. Конечно, для старта такого рода бизнеса нужен капитал. И в данном случае это около полутора миллионов рублей. Основная часть – это, конечно, образцы. То есть это заказ образцов, аренная плата, поскольку комплексы тоже, да, вам зачастую, во-первых, нужно сделать ремонт в помещении, ну, косметический. То есть вы закладываете и ремонт, и обычно минимум два месяца уже аренда. То есть месяц, как бы, некий депозит, да, вперед, и месяц следующий, уже который будет считаться арендом, когда вы будете стоять. Ну, и, естественно, техника – это компьютер, канцелярия. Это, конечно, уже расходы, ну, не такие существенные, но, тем не менее, они есть. Без этого никуда. В идеале еще иметь некий всегда запас. То есть нельзя говорить так, что вот у вас полтора миллиона, открывайтесь. Нужно понимать, что лучше иметь запас, потому что далеко не факт, что вы с первого месяца, да, у вас пойдут клиенты, и такое количество клиентов, которое поможет вам, во-первых, выйти на окупаемость, ну, выходить на нее, и плюс получать прибыль. Поэтому здесь вот очень важно понимать, что это не последние полтора миллиона, которые у тебя есть, и ты вот пошел кухню открывать. А ты должен понимать, что зарплата продавца, дизайнерам-продавцам, да, которая пойдет тоже с первого месяца работы. Опять же, о персонале, да, это тоже довольно сложный вопрос. Нужно, как и в любом бизнесе, чтобы были хорошие специалисты. А где искать этих специалистов, и какой штат приблизительно нужно на начале? Смотрите, ну, где искать это, в принципе, вопрос сейчас простой. Есть общие ресурсы Headhunter, да, Avito, то есть различные интернет-ресурсы, где размещают свои, там, резюме, где вы, как компания, можете разместиться, чтобы к вам обращались. Например, на один салон один-два человека в день. Работают в среднем два через два график, ну, как классика, да, у продавцов. Два через два, поэтому четыре-три человека – это, ну, минимум. Три минимум, четыре – это оптимально на салон. Опять же, план вы всегда определяете, исходя из, ну, нескольких параметров. Прежде всего, ваш план должен приводить вас к прибыли. То есть, ну, нельзя строить план и понимать, что вот у тебя только расходы на 800 тысяч, и по этому плану у меня будет 750, ну, как-то. То есть ты в минус себя загоняешь, или даже 800. План всегда нужно строить, исходя из того, что ты должен зарабатывать для дальнейшего развития бизнеса, ну, либо там, для своего заработка. Потому что любой бизнес строится для того, чтобы зарабатывать на нем. Немаловажный вопрос по клиентам, да. Мы можем сделать очень крутой салон, да, постараться рекламу сделать. Но бывает такое, что, например, нет такого потока клиентов. Как заинтересовать клиента? Как сделать так, чтобы он именно в вашей кухне выбрал? Или там, кто начинает? Да, да, да. Сложно сказать. Но прежде всего, опять же, когда вы открываете салон, планируете открыть салон, вы должны исследовать рынок, понять, что на нем есть, чего нет. Всегда, ну, да, это все понимают, что, конечно, быть первым – это супер в том или ином сегменте. Сейчас найти сегменты в бизнесе, где ты будешь первым и пока единственным, ну, наверное, невозможно. Сейчас уже есть все, да, ну, абсолютно. Ну, и, конечно, здесь всегда нужно понимать, что сколько бы ты не тратил на маркетинг, на рекламу, самое главное – это наша клиентаориентированность. То есть, когда человек к нам приходит, мы должны сделать не просто максимум, мы должны сделать больше, чем максимум, чтобы он, даже уйдя отсюда, не купив кухню, запомнил нас, мы должны дать эмоцию, эмоцию, которую он свяжет с нами, и она у него будет вот в памяти. И когда он придет, и он будет просто всем рассказывать, «Ой, ты знаешь, вот был в таком салоне, там вот так вот меня со мной отработали, все рассказали, ну, конечно, человек там кухню купил, и вот я, а где купил?» Вот купил там, и не просто хорошо, а ребята так работают, что, вау. Сарафанное радио, оно по сей день остается самым эффективным источником целевого трафика. Потому что, когда вы увидели рекламу в телефоне или там, ну, где-то, Nokia реклама, даже много увидели, вы зайдете туда. Но вы зайдете посмотреть, вы не будете изначально лояльны, потому что вам просто интересно, вы видели, когда вам подруга ваша скажет, что, слушай, была вот в таком салоне, купила кухню за вот такие-то деньги, ну, супер, вообще, ребята сделали все быстро, все классно, все здорово, вы уже лояльны. Кухонный бизнес очень многогранен по своей клиентуре. И здесь, на самом деле, почти любая реклама может иметь место и будет работать. Это наружка, это реклама в журналах. Ну, вот, например, конечно, дорогой сегмент кухонь, его очень хорошо рекламировать на эти журналы на Невском, для публики. То есть эти дома обычно кладут достаточно, ну, дорогие дома, многоквартирные, но где определенный слой, да, общества проживает, тоже она хорошо может отрабатывать там. Для нас мы для себя видим и используем рекламу в социальных сетях. Ну, опять же, потому что она очень дешевая. Сама по себе реклама в социальных сетях, она дешевая, самый дешевый с ним. Плюс там мы можем выбирать людей, на которых мы рекламируемся. Когда мы вешаем баннер, мы вешаем его на поток, и нам только остается надеяться, что человек из машины или проходящий по улице, это вот потенциально наш клиент. Здесь же мы выбираем возраст, интересы человека. Мы можем район выбрать, то есть вот строятся там новые дома где-то на парашютной улице. Мы выбираем этот район и рекламируемся конкретно на него. То есть люди, которые вот только получили ключи, там дома сданы, сейчас начинают делать ремонт, они там бывают, вот они, приезжая в этот район, они видят эту рекламу. У себя там в Инстаграме, ВКонтакте, в любых социальных сетях. Кухня – это та мебель, которую чаще всего покупают. Основные предпочтения клиента – это хорошее качество и доступная цена. Для того, чтобы узнать оптимальную цену, ее всегда нужно просчитать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ищите своего клиента, двигайтесь тогда за ним. Если вы продаете эконом и лезете в комплекс, опять же, где у вас там стоят вокруг одни там такие монстры в плане сумм, тоже странно, но вы не привлечете этого клиента. То есть тут можно сказать, ой, а у нас дешевле. Так у вас дешевле, но у вас и качество хуже. И надо понять, что человек, который смотрит кухню за 500 тысяч, он не будет ее сравнивать с кухней за 100 тысяч. Максимум 400 или 600. То есть он будет плавать вот в этом сегменте. То есть здесь очень важно правильно понять свое позиционирование и правильно это позиционирование разместить вот в этом комплексе или на улице. Опять же, если вы салон дорогих кухонь, возможно, вам стоит подыскать какой-то комплекс или помещение в доме, бизнес-классе доме, где, в принципе, в самом доме, возможно, уже будут ваши клиенты. Ну и плюс будет тоже странно, если я буду в Хрущевку приезжать и заходить в салон, где кухни по полтора миллиона. В любом бизнесе есть риски, кроме там бизнеса, где ты изначально ничего не вкладываешь, кроме своего времени. Но все по-разному тоже его расценивают, и можно и временем рисковать. Конечно, есть любой бизнес, когда ты открываешь, необходимо понимать и некий держать план, что может что-то пойти не так, как ты планируешь, и ты можешь потерять. Именно поэтому необходимо максимально точно и правильно подойти к открытию любого бизнеса, в том числе кухонного. То есть изучить все, исследовать, пообщаться. И очень важно открывать тот бизнес, в котором ты понимаешь. То есть если ты всю жизнь занимался маркетингом, а что ж тебя в кухне-то понесло? Да вот зачем? Или если ты всю жизнь одеждой, понимал, что это в одежде, зачем опять же тебе те же кухни? То есть нужно понимать. Либо если у тебя есть партнер, который всегда занимался кухнями, понятно все, ты отвечаешь за какие-то определенные функции, которые не очень связаны с конкретно кухнями. Он отвечает за кухни, за их моделирование, закупку, ведение этого бизнеса. Тоже другая история. Но нужно понимать, что да, я в этом бизнесе разбираюсь, я все изучил, досконально проверил, насколько мог. То есть минимизировать риски. Вот основная задача перед открытием. Чтобы ты понимал, что ну вот, чтобы я все потерял, должно все пойти вот совсем наперекосяк. Вот все расходы вы посчитали, там налоги, в том числе, бухгалтерские услуги и так далее. И у вас там получилась некая сумма. Вот если вы заработали больше этой суммы, да, вот 500 тысяч расходы, вы заработали там 700 тысяч рублей. Плюс, ну, вот надо понимать, я сейчас не говорю про стоимость закупки кухни. То есть мы кухню купили за 500 тысяч. Понятно, что 500 тысяч – это не нашей кухни, вот нам человек принес. То есть мы там что-то должны отдать заводу, что-то себе. Я понимаю, что семья здесь сегодня нет. Здесь не будет так, что салон закрыт, и вообще человек спит в пособке. Нет, эти люди будут, если надо, и сами подметут, если уборщицы нет, что-то поправят и выложатся на 100%. Также и мы должны понимать, что нам нужно их и поощрять в том числе. Мотивировать, общаться, быть всегда на связи. То есть есть много примеров бизнеса, когда человек, директор открыл, уехал, сидит, денег ждет. Ну, условно говоря. И еще такой звонит, а почему мы там план не выполнили? Да не выполнили, потому что ты где-то там. А что, зачем человеку вот здесь напрягаться? Прежде всего, это нужно тебе, собственнику, директору, управляющему. Потому что ты за это отвечаешь, это твой бизнес. И вот здесь как раз главная роль любого управленца – это выстроить команду, выстроить коллектив. И в том числе не бояться самому сесть, отрисовать, поработать с людьми, пообщаться, убрать, подмести, вынести мусор, если это надо. И когда это видят коллеги в лице дизайнеров, они только тебя больше будут уважать. И корона с твоей головы не упадет, не переживай. Мебель – такая же необходимость для современного человека, как еда или одежда. Конкуренция – один из главных минусов мебельного бизнеса. Торговые точки расположены практически в каждом людном месте, начиная от непримечательного спального района, с неразвитой инфраструктурой и заканчивая крупными торговыми центрами. Финансовый резерв для предпринимателей. Вы знаете, чаще всего наши предприниматели начинают с идеи, не имея особых материальных ресурсов для того, чтобы вложить в свое дело. Они используют банки, они используют знакомых, друзей для того, чтобы начать этот бизнес. И дальше деньги начинают вращаться в бизнесе. И по большому счету я очень мало знаю предпринимателей, которые имеют возможность действующего бизнеса еще откладывать какую-то подушку безопасности. Чаще всего доходность бизнеса диктует то, что эта подушка опять вкладывается в бизнес. Поэтому, конечно, хотелось бы иметь резервный фонд любому, наверное, предпринимателю, чтобы была такая подушка, на которую всегда можно положиться в случае спада производства. Но в реальности ее очень тяжело в сегодняшней ситуации в нашей стране бизнесу создать. Когда вы начинаете любое дело, очень важно понять, с кем вы будете там конкурировать. Поэтому изучение рынка, вот этот подготовительный этап, он очень важен. Существуют две теории – Красного и Синего океана. Если вы задумываете бизнес, вы поневоле оцениваете, какая среда там. Красный океан – это где высокая конкуренция, и, соответственно, там вы будете строить модель свою таким образом, чтобы с минимальной наценкой получить максимальный результат. У вас там могут быть огромное количество таких же предприятий, как ваше, с такой же идеей, и вы должны будете понимать, что конкуренция будет огромной, и надо как-то выделиться среди вот этой огромной, огромной компании людей и бизнесменов, которые предлагают те же услуги. Соответственно, это тяжелый бизнес. Есть Синий океан, где маленькая конкуренция, но надо понимать, что, скорее всего, в Синем океане либо надо иметь ноу-хау, который никто еще не изобрел, никто не сделал, либо это то, что трудно востребовано на рынке. Тогда, соответственно, вам нужно жить на максимальном марже, либо, если это инновационное какое-то изобретение, надо быть готовым к тому, что сегодня это будет маленькая конкуренция, но завтра прибегут конкуренты, и вам нужно опять будет готовиться сражаться за свой бизнес. Актуальность бизнес-идей по продаже мебели не вызывает сомнений, потому что люди регулярно переезжают с одной съемной квартиры на другую, приобретают новое жилье, обновляют интерьер, рожают детей. И все это требует новой мебели, поэтому об отсутствии клиентов беспокоиться не нужно. Главное – правильно организовать свой бизнес и провести маркетинговую кампанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова